всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф влог приятного просмотра поставила кашу варю кофе в любимой кофеварке и решила протестировать новую салфетку которую связала для дачи погода у нас пасмурная но это очень радует вообще конечно обещают жару ну вот пока что еще нормально я умылась сейчас буду наносить свой уход это как всегда от новосвит тонер с муцином улитки под глаза будет вот такой вот крем от морщин против возрастных изменений ну знаете ничего не делает просто увлажняет ну и крем от фабрики свобода карина на лицо кофе сварился каша тоже готова соевым соусом все как я люблю но сейчас даже без сосисок без фарша потому что что-то мясо я вообще никак не хочу ни в каком виде ну и конечно же вода салфетки вязаная салфетка очень даже мне нравится как смотрится даже на моей кухне а на даче думаю вообще будет отлично сейчас все это перемешаю честно говоря на даче хорошо бы отказаться от клеенок ненавижу просто ну а после завтрака конечно же надо помыть посуду ее немного ну и чтобы про просто не лежала здесь так проще намного люблю когда чисто ну и в общем-то кастрюльку сразу мою и вытаскиваю уже сухую посуду буду раскладывать на места ну и протереть парфюм села вязать вторую салфетку для дачи она будет из шерсти потому что мне как-то отдали шерсть чтобы я связала ушастику носки для дома он любил тепло но дело в том что они какие-то гниловатые поэтому обувь из них никудышная будет а вот салфетки достаточно крепкие ну просто нитки мне отдали от чистого сердца поэтому не выбрасывать же а вот на дачу салфетки такие будут служить я думаю ну если что-то приключится с ними то совершенно не страшно не обидно не знаю сколько получится я хочу еще связать наверное салфетку на центр стола кто впервые на моем канале поясню что у меня есть хобби влоги где я раскрашиваю рукодельные влоги где все про вязание это лайф влоги просто про жизнь и поэтому сюда я вставляю лишь такой небольшой фрагмент сейчас я буду снимать хобби влог ну а потом еще пойду на кухне делами заниматься я отсняла хобби влог провязала еще один ряд и села перекусить на перекус у меня морковка и чашечка кофе вообще обычная на перекус беру что-нибудь кинти оладьи может быть но оладьи и там пирог я как раз буду сегодня петь ну оладьи точно поэтому морковку у меня обычно уже к вечеру а вообще у меня знаете морковь летит со страшной силой я вчера наверное грамм 500 съела наверное ну а сейчас я готовлю оладьи по рецепту лены канал и рукоделочная в инстаграм тут 500 миллилитров кефира который нужно нагреть постоянно помешивая что я собственно сейчас и делаю кефир любой у меня обезжиренный ну соль сахар так теперь одно яйцо я калорийно считаю поэтому предварительно взвесила белок желток отдельно все перемешать ну а потом мука и сода выливаю все силиконовая лопатка это очень удобно чтобы все из кастрюльки со скрести до последней капли так ну и в общем-то мука муку я заранее просеяла и взбиваю все брызги летят конечно поэтому приходится прикрывать рукой когда-то я так фикс прайсы не купила приспособление такая крышка которая не позволяет лететь брызгом ну и перед тем как печь оладьи я мою посуду потому что люблю готовить в чистоте не нравится когда лежат горы посуды мне все такое редко бывает ну и пику я практически без масла смазываю слегка кисточкой иногда в основном это края сковородки они там не очень хорошего качества чтоб но не пригорало и в общем то все более того перед этим я наливаю в специальную емкость масло взвешиваю и в конце когда уже все оладьи приготовлены я остатки масла взвешиваю по итогам получается масло грамм пять не больше для меня это важно чтобы опять же просчитать калорийности чтоб ну просто было минимальное количество вообще какого-либо жира иногда когда у меня много время я вообще не использую масло просто вот на сухой как говорится сковородки но огонь я делаю то больше то меньше абсолютно неправда что там вот нужно много масла тогда они получаются пышные совершенно это не так вот очень хороший рецепт простой и оладьи всегда получаются пышные я их замораживаю а когда вытаскиваю вот разогреваю в рост или или так они оттаивают они тоже сохраняют пышность мягкость все замечательно просто оладьи готовы теперь я режу себе салат ну в общем то салат это у меня просто резанные овощи без всего в данном случае китайская капуста кабачок и огурец я кабачок люблю есть сыром виде мне очень понравилось вот ученица посоветовала и оказалось правда очень вкусно так ну и вот сам салатик посуду сразу же мою сейчас у меня салфетка тюльпаны ну и буду обедать чай здесь немножко каркаде и такого праздничного чая кстати салфетку подобную из хлопка тюльпаны полный комплект салфетницы и маленькой салфеткой можно у меня заказать ссылка под видео сейчас накрашусь и пойду немного прогуляюсь как всегда буду использовать как основу вот это под глаза от фарес от фабрики свобода тональный крем фенель у меня вот этот вот как он консилер пошла погулять сейчас 19 51 кстати пахнет дали такое впечатление что жары еще не было торфяники уже где-то горят доносится но в целом хороший вечер ветерок не холодно не жарко комфортно в принципе и за полгария в этой связи не такое противно вполне даже нормально жаль что конечно наступает жара очень бы не хотелось в питере вроде как еще неделя жары ну и нас плюс-минус также а то и больше обидно конечно чего бы не хотелось ну ладно хотя не знаю может быть просто здесь где-то что-то горит но это вряд ли потому как запах такой с утра особенно вот со стороны балкона был и здесь вот прям дымка такая все-таки наверно до торфяники до нас просто долетает давно такого не было вообще не знаю в чем дело сейчас похожу погуляю немножко и домой люблю вечерние прогулки не а на самом деле утром то тоже было бы неплохо но так мне сейчас комфортно и все все таки не знаю я просто встаю в 12 ложусь в 2 поэтому как я уже рассказывала бодрствование у меня по-любому как и у всех но в другое время в которое я эффективно ну а сейчас села немного пораскрашивать это уже на сентябрь все видео у меня по раскраскам это хобби влоги но это сюда небольшой фрагмент раскрашиваю я в данном случае карандашами из ашана а также виста артиста но в принципе у меня огромное количество канцелярии ну вот здесь мне нравятся эти продолжаю свое раскрашивание это так для тех кто действительно впервые на моем канале чтобы имели представление обо всех моих хобби чтобы не было знаете ощущения по лайф и влогом что я только гуляю и только убираюсь готовлю там так далее просто вижу как многим девочкам пишут ну а это опять же для новичков потому что на меня я вижу много подписываются за что огромное спасибо вот такой мой творческий уголок для раскрасок ну а это мой ужин гречка ну а сейчас я хочу вам показать как я создаю рецепт в программе я открываю микшера рецептов но это в платной версии но она стоит прямом смысле слова копейки подписываю название в данном случае это вот оладьи тесто но на блины допустим напишем это не важно так и теперь я добавляю продукты то есть все что по рецепту я взвешивала в граммах ставлю дату обязательно вот в поиске ввожу меня здесь уже просто все продукты которые я использую они у меня есть мне это просто так можно самостоятельно добавить тот или иной продукт либо найти по штрих-коду в базе таким образом я добавляю все все ингредиенты даже там воду или соль там еще что то что не имеет калорийности это очень важно и и здесь показано сколько на 100 грамм вот белок желток это важно взвешивать отдельно у них разная калорийность даже сода где калорийность 0 в любом случае это вес так что это обязательно так что это обязательно мука которую я использовала тоже вношу ну и таким вот образом создается рецепт все проверяю если что-то вдруг забыла и теперь создаю следующий рецепт это уже непосредственно оладьи я добавляю то количество теста которое получилось рецепт предыдущий сохранила как раз таки тоже дата потому что я подписываю потом на пакете сейчас сейчас в поиске найду меня тут много рецептов поэтому нужно поискать вот нашелся рецепт там уже как раз сколько всего было показано если тесто нужно настоять значит и вот масло добавляю я уже выяснила что это там 5 грамм обязательно нужно само тесто взвесить если оно например настаивается подходит потому что вес меняется и вот сейчас оладьи взвесила и видите у варка вес изменился калории изменились на 100 грамм продукта это тоже важно то есть испекли оладьи и вот в этом рецепте оладьев нужно итоговый вес добавить в обязательном порядке ну а теперь вот мой день и я сюда ввожу ищу оладьи которые я только что сделала рецепт и сколько я съела 54 грамма сразу показано сколько на 100 грамм сколько я съела очень удобно сейчас уже 050 я буду подписывать видео да сегодня я припозднила с ним ну что поделать сегодня я буду выкладывать лайф влог потом наверное завалю себе чай сейчас я подпишу этот пакет с оладьими напишу число чтобы знать какому рецепту относится и залью водой овсянку на завтра на утро чтоб она быстрее варилась и также поставлю чай попью и потом буду спать чайник вскипел сейчас буду заваривать я беру чай из ашана с бергамотом с птичкой который это хорошее качество немножко такого чая и также добавлю каркаде тоже немного он дает легкую кислинку вот это как раз приятно хотя иногда его хорошо конечно и отдельно заваливать но вот мне сейчас хочется так чуть-чуть хотя я его пью редко так ставлю в эту самую в раковину чтобы брызги не сильно летели к тому же на таком расстоянии это дополнительная защита от всяких там трещин на чайнике хотя он и так защищен благодаря ситу и вода это не крутой кипяток естественно но мне так больше нравится полезнее пусть заваривается чай иду пить на балкон так ну что все принесла на балкон сейчас налью чай и будет уютный вечер тут у меня хороший столик оладьи посижу немножко здесь иногда мне нравится тут проводить время салфетка вторая наполовину готова так что или сегодня или завтра ее уже довезу потому что я ее потихоньку думаю на даче будет очень уютно с этими салфетками а у меня здесь освободиться место кстати надо стену покрасить у меня есть эта краска я уже попила чай посмотрела видео связала пару рядов и сейчас уже пойду умываться в душ и ложиться спать ну уход у меня за кожей такой же как и утром сейчас потому что крем знахарь которым я пользовалась вечером закончился но он как бы не вечерний но у меня как-то так повелось поэтому я сейчас пользуюсь тем которым обычно утром но тот тоже универсальный крем карина от фабрики свобода поэтому в общем то вряд ли буду что-то показывать есть смысл все в общем одно и то же ну на самом деле денек был довольно таки уютный не могу сказать что суперпродуктивный но в целом такой знаете умеренно расслаблен ну мне комфортно вполне конечно настроение у меня как у всех бывает разное но это я в основном говорю для тех кто впервые на моем канале ну это как у всех вот например сейчас меня довольно сильно накрыло по поводу смерти собаки но я думаю что еще это долго будет продолжаться вот и потому что он был членом семьи ну на самом деле это не потому что там я не могу быть одна я вообще такой человек что я могу абсолютно мне никогда не бывает скучно у меня куча дел куча занятий куча хобби то есть ну я всегда себе нахожу занятия но я вообще могу даже ни с кем не общаться и в тот же момент если я там допустим общаюсь с людьми то ну я легко нахожу общий язык с новыми людьми в меру своей профессии то есть у меня как то знаете есть люди которые могут не могут быть в одиночестве им нужно постоянно общаться есть те кто там домосед и при этом у них проблемы с общением у меня нет ни того ни другого мне хорошо и с людьми общаться и дома сидеть вот но вот такие да вполне естественные проявления смены настроений бывают как вот сегодня да ну в общем с этим надо как то просто научиться жить что вот собака это случилось ладно это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео мой инстаграм вам три семерки рыжие три восьмерки а я благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения во всем и до скорой встречи всем пока пока и и и и и и и